Каждый день эту границу нелегально перебегают десятки сирийских беженцев. Несколько месяцев назад Турция ее закрыла. И теперь те, кто бежит от обстрелов и бомбежек, чтобы спасти свою жизнь, вынуждены ждать несколько дней около колючей проволоки и платить деньги контрабандистам. Там было заграждение из колючей проволоки. Сначала через это заграждение стали перемещать женщины-стариков. Потом я и одна из дочек. Потом за нами последовали две другие дочки. Сразу всем перебраться не удалось, появлялись солдаты. Когда они уходили, мы продолжили переправу по одному. Эта семья попала в приграничный килис месяц назад. Они бежали из Алеппо, эпицентра нынешних боев в этой сложной войне, в которую вовлечены сразу несколько государств и религиозных группировок. Приграничный килис является одним из первых пунктов приема беженцев из Сирии. Его уже сложно назвать турецким городом. Сирийцев здесь почти столько же, сколько и турков. Сто тысяч на сто тысяч. Тринадцатилетняя Буша была веселым ребенком, которая еще несколько месяцев назад ходила в школу и очень любила математику. Но однажды машину, в которой ехала семья, остановили военные. Там было двое. Они прострелили на нам колеса и потребовали, чтобы мы остановились. Один из них был иранец с длинными волосами и серьгой в ухе. Другой – Сирии. Они приказали нам выйти из машины. Выстрелили в мужа, потом в меня. Муж упал и умер. Мне они попали в ногу и грудь. Буш и пуля попали в шею. Она парализована. И врачи не уверены в том, что она когда-то сможет ходить. Может быть, врачи и смогут совершить чудо и поставить Бушу на ноги. Но ее душевная травма всегда останется с ней. Она молчалива и всем переписывается со своими дядями и тетями, оставшимися в Алеппо. Мне удалось ее немного разговаривать, и она, показывая фото своих родственников, добралась до фотографии с погибшим папой. Вину за происшедшее я возлагаю на режим. Я проклинаю режимы президента. Надеюсь, что в конце концов Господь их накажет. Буша хочет домой, даже если там стреляют. Но соскучилась. Такие истории здесь на каждом шагу. Все те, с кем я разговаривала, рассказывают о пережитых ужасах. Но все-таки надеются, что когда-то вернутся домой. А на вопрос, когда они смогут вернуться, ответила Джамиля. Мы убежали из Сирии и нашли здесь пристанище. Ситуация в Сирии просто ужасающая. Там страдают миллионы людей. Мы не можем туда вернуться. Мы убежали из Сирии, пока будем оставаться здесь. А пока они ждут, надо как-то выживать. Шахид Якуб, Ник Стерди, Килис, Турция.